Агрессивность вообще такое качество, которое должно быть у любого живого существа, иначе вид просто не выживает. Агрессия это способ защиты, это способ выживания, способ установить иерархию в стае, например. Если не будет агрессии, то будет амеба, которая не является высшим существом, как собака. То есть агрессия должна быть, и если мы будем просто, как агрессию, любые проявления лая, рычания воспринимать, то мы убьем всех животных. Просто всех. Всех живых существ мы должны убить, потому что у всех у них есть агрессия, она должна быть. Агрессия, например, какая? Мы собаку зажали в углу, мы ее ловим. Естественно, животное убежать уже не может, оно будет агрессировать, оно будет пытаться вырваться из этого кольца. Или, например, мы провоцируем собаку на какие-то проявления. Допустим, как может быть? Человеку не нравится, что у него на улице живет какая-то собачка. Он подошел, кинул в нее камнем, ударил ее палкой, собака на него, естественно, залаяла, начала проявлять агрессию, как считают некоторые люди. И на основании этого ее усыплять? Это уже будет перекос. Так мы можем убивать любое животное. Получается, что агрессивность, ее вообще невозможно определить у собаки? Конечно. Агрессию проявляет любое живое существо, когда оно оказывается в ненормальных условиях. И мы эти ненормальные условия искусственным образом создаем, делаем вывод, что собака агрессивна, и убиваем ее на этом основании. Это будет неправильно, это будут перекосы. Я говорю, мы будем убивать всех подряд животных. Потому что я работала ловцом в приюте Ласка. Я знаю, что любая самая смирная, самая покорная, самая не кусающаяся, любящая детей собака, когда ты ее ловишь в петлю и тащишь в клетку, она будет агрессировать. Потому что ей страшно, она не хочет умирать. Это элементарная защита от смерти, от опасности. Это должно быть, это не агрессия. Агрессия, я понимаю, это когда собака в спокойной, естественной обстановке. Никто ее не провоцирует, никто на нее не бросается с палками, с камнями. Никто не хватает ее щенков, никто не отбирает у нее еду. И она вдруг, ни с того ни с сего, начинает бросаться и кусать людей. Вот это будет агрессия. Но таких собак я вот лично не встречала. Таких собак просто нет. Поэтому законопроект, я не знаю, для чего он создается, для каких таких собак. Таких собак, кстати, вот Софья из Ласки сказала, что такие собаки в большей степени у хозяев как раз. Да, хозяйская собака, она специально для того, и хозяевами держится, для того, чтобы она проявляла агрессию по отношению к чужим, охраняла свою территорию. Им не нужна собака, которую любого впустит в дом. Это хозяйские собаки. Они прокапывают дыры под заборами, они снимают ошейники, уходят. Они перепрыгивают через заборы и могут бегать по улицам. Таких собак следует ловить и наказывать владельцев, а не убивать собак. Ему нужна такая собака. То есть получается, вот эта вся компания из ветеринара, психолога и кинолога, это такая абсолютно очень странная компания, которая не может определить агрессивность. Не может определить. Агрессивность будет в любом случае. Потому что ловить любое живое существо, оно, естественно, будет проявлять агрессию. Это однозначно. Так же вот на человеческое общество переложите. Вот сейчас идем, и кто-то к нам подходит, начинает нам скручивать руки, вырывать у нас сумочку. Что мы будем делать? Агрессировать. Потому что нам защищать свою жизнь, свое имущество надо. Но животное такое же, как и мы. Оно также точно реагирует на вот эти ненормальные условия. И когда мы ненормальные условия создаем животному, оно, естественно, будет агрессией. Но это не та агрессия, за которую животное надо убивать. И вообще слово «эвтаназия», я считаю, вот в этом случае оно неприменимо. Агрессия – это избавление человека от страданий, от болезней, от невыносимых страданий. А собаки не страдают, они живут, им нравится такая жизнь. Они тоже свои семьи создают, у них свое сообщество. Почему-то некоторые считают, что собака бездушная. Они так же точно, как мы, страдают. Они так же оплакивают своих близких погибших. Ничуть не меньше нас. Некоторые объявляют о том, что бродячих собак надо убивать, и их станет меньше. Во-первых, меньше их не станет. В любом виде животных кормовая база имеет значение, на количество популяции влияет. То есть, если есть кормовая база, есть необходимая популяция. Если мы убьем, вот я не говорю «эвтаназия», я говорю именно «убивать». Это потому что именно так будет. Если мы убьем собак, которые живут на этой территории, питаются вот с этой мусорной свалки, в течение двух недель там появится новая, такая же, в таком же количестве стая, пришедшая с другой территории, и будет опять осваивать вот эту кормовую базу. Поэтому пока у нас есть помойки, пока у нас есть несанкционированные свалки, пока у нас есть кормилицы, которые не понимают, что делают, у нас будут бродячие собаки. И мы с этим ничего не сделаем. Мы убьем одних животных, другие будут больше потомства приносить. Допустим, если корм только на пять собак, например, достаточно, они вполне живут на этом количестве корма, то никакая новая собака там не поселится, они ее просто не пустят на эту территорию. И когда придет время щениться, эта сука, во-первых, она щенков принесет раз в год, потому что при скудном питании два раза в год она не будет щениться. И во-вторых, она принесет два-три щенка. При избытке корма, когда кормилицы ведрами вываливают мясо этим собакам, она принесет 12 щенков. Естественно, популяция этих собак увеличится, естественно, ей придется еще больше корма приносить, популяция еще больше разрастется. Поэтому кормилицы вот такие безумные, они несут вред этим же собакам. Вот жили бы эти пять собак, они бы никого не раздражали. Когда их 12, они уже раздражают людей, и им подбрасывают отраву. Вот и все. Чем кончается такая доброта. Собаки, раньше их даже было меньше, потому что люди не проявляли свою добренькость вот таким образом. Я не скажу даже доброта, потому что это не доброта, это во вред. Людям не принято было кормить бродячих собак, а сейчас принято. Сейчас возле каждого подвального окошка стоит мисочка для кормления кошек. Это привлекает бродячих собак. Они убивают этих кошек. Кормилицы кошек возмущаются. Ах, тут такие агрессивные собаки, а если дети? Да при чем здесь дети? Вы оставили еду. Собака пришла эту еду съесть, естественно, там пищевой конкурент кошка. Она убила кошку. Это нормальный, естественный процесс в природе. Мы же понимаем, что это биологические существа. Они не как люди. Им не жалко эту кошку. Они убивают пищевого конкурента, чтобы себе досталось больше пищи. Вдобавок, вот эти кормилицы, которые собак кормят, они должны кормить обоснованно. То есть, если собаки стерилизованы, если их не увеличивается количество, не приходят, кормите ради бога, хоть вот до бочкообразного состояния кормите. Но если это дикие собаки, которые будут потом рожать щеница, запретить кормить, запретить категорически прямо по закону, чтобы наказывали их.